Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Озвучим вопросы и ответы с нашего сайта. Вопрос 363. Евангелие от Матфея. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Объясните, пожалуйста, что такое брачная одежда и где ее достать? Ответ. В общественном транспорте висят инструкции, гласящие, чтобы не входить в пачкающей одежде. Брачная одежда – одежда, даруемая в крещении. Галатам. Все вы во Христа крестившись, во Христа облеклись. Эта одежда туника, как говорит Киприан Карфагенский, не бывает великой для младенца и тесной для богатыря. Брачные одежды даются при правильном крещении, при погружении в воду, согласно слову Кирилла Иерусалимского. Когда человек погребается и, выходя из воды, воскресает и облекается в белой одежде. Сегодня в окатоличенной, обмерщенной московской патриархии почти нигде нет полного погружения, а значит и брачная одежда. Брачная одежда называется также добрые дела, дела милосердия, жертвенность. Откровение. Срамота ноготы твоей и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Откровение. Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Исайя. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда. И все мы поблекли как лист, и беззакония наши как ветер уносят нас. Откровение. И дано было ей облечься в весон, чистый и светлый. В весон же есть праведность святых. Ну прямо толкуется объяснение. Вопрос 364. Первый том открытый Мока. Евангелие от Матфея. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Как это понять? Ответ. Ученики задали Христу сдвоенный вопрос. От Матфея. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Первый вопрос о разрушении храма. Храм – это национальная святыня евреев, и гибель его, а они увязывались с кончиной света и пришествием Христа. Так как ученики два момента в истории мира выясняли одним вопросом, то и Христос отвечает на их вопрос с двойным ответом. В каждом предложении Христа ответ и о разрушении храма римлянами Веспасианом и Титом в 70-71 гг. и о своем пришествии и кончине века. В первом варианте трупом назван Иерусалим, а орлами – римские легионеры, разрушившие и храм, и Иерусалим. Во втором варианте труп – явление Христа на облаках, в том виде, как он был распят. А орлы – верные Христу, его последователи, вознесенные навстречу своему жениху на облаках, писал Никитцам. Потому что сам Господь при возвещении, при глазе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретившись к Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем, урок Исаия. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вопрос 3065. Пару Косия. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без Ифода и Терафима. Кто такие Терафимы? Ответ. Это какие-то домашние боги, которых, по-видимому, израильтяне наследовали от своих арамейских правотцев. Когда Рахиль со своим семейством оставила дом отца, то она похитила его Терафимов. И когда он нагнал их и стал обыскивать, то она спрятала Терафимов под верблюжье седло. Эти истуканы, следовательно, не были так велики, как тот Терафим, который находился у Милхола, дочери Саула, которая окутала его голову козьей шкурой и покрыла одеждой. Из книги судей видно, что Терафим пользовались, как своего рода, оракулом Терафимом, чтобы узнать волю Божию. Царь Осия, ощущая царство иудейское от всякого чародейственного поклонства, не пощадила Терафимов. Это библейские слова Рейрика Ньюстрима, Торонто, Канада, 1987 год. Откуда данные взяты? Вопрос 366, первый том открытым оком. Книга Откровения. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». «Объясните, как не принявшие начертания жили и царствовали тысячу лет, если сама печать будет за три с половиной года до конца света?» «Ответ. Это место послужило основанием учения о холиазме, тысячелетнем царстве на земле. Адольф Гитлер тоже провозносил свое тысячелетнее царство. Все до единой секты пребывают в этом заблуждении, ожидая, что умершие праведники, то есть они, оживут и будут восхищены вместе с оставшимися в живых встретенью Господа за тысячу лет до кончины мира. До последнего дня этой жизни Библия опровергает это их заблуждением многими свидетельствами и словами самого Иисуса Христа. То, что в последний день будет суд, об этом мы считаем так». «Ивангелие Теана, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день. Иов. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Атеана. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все это воскресить в последний день. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Атеана. Марфа сказал ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье последний день». Слово «последний» означает то, что за ним уже ничего нет. Последняя страница Библии – последний рубль, последний метр. Господь в притчах показывает, что в последний день будет воскрешение из мертвых, суд, жатва, восхищение. Наступает вечность. Пшеница и плевелы будут на земле до жатвы, и рыба добрая и худая в море, до жатвы вместе. И выбирать этот сорняк будут сами ангелы, время жатвы, не раньше. И вначале плевелы и худую рыбу. Не так, как толкуют сектанты, что вначале пшеницу и добрую рыбу за тысячу лет до последнего дня восхитить на небо. «В году 365 дней, умножить на тысячу лет. 365 тысяч дней. Вот за сколько до последнего дня сектанты суимудрствуют воскресить умерших праведников». От Матфея, 13 глава. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу берите в житницу мою». Матфею. «Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». От Марка. «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Тысячелетним царством называется время евангельской пропой от распятия Христа до воцарения Антихриста. Слово «тысяча» в Библии имеет смысл много. «Книга Исход. И творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои». Слово «89». «Ибо предачами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесной тебя, но к тебе не приблизится». Первая смерть Адама духовная в момент нарушения заповеди. «Книга Бытие. А древо познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Лука. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». 1 Коринфянам. «Как водами все умирают, так во Христе все живут». 2 Коринфянам. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». 2 Коринфянам. «Вторая смерть телесная, как следствие первой духовной, поэтому, 1 Коринфянам, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». 3 Коринфянам. «От первой духовной смерти должно быть и первое духовное воскресение через рождение свыше». 4 Коринфянам. «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Печать Антихриста – это не только 3,5 года царствования последнего Антихриста, но и действия многих противников Христа. Иоанна. 1 Коринфянам. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». Вот и эти Антихристы ставят свою печать на своих слугах, а Бог запечатлевает своих, тех, кто скорбит о беззаконии церкви, в государстве, в духовном плане. Иов. «Он полагает печать свою на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». Иезекииль. И слава Бога, Израилева сошла с Херувима, на которой была порогу дома. И призвал он человека, одетого в леную одежду, и которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал слух мой, «Идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите. Старика, юношу, девицу и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. И сказал им, «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли и стали убивать в городе. Верную Богу ожили через принятие Иисуса Христа в свое сердце, и царствовали со Христом в этом тысячелетнем царстве, евангельской проповеди, то есть это и в наше время. Царствовать значит господствовать над чем-либо, в данном случае над грехом, откровением, «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». «И соделавшему нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле» – 1 Петра. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет» – бытие. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним, римлянам». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. В Откровении 20 глава 4 стих речь не о последнем Антихристе и не о его печати.